друзья всем привет с вами константин грабунов и в сегодняшнем видео мы поговорим о модерации яндекс директ и перед тем как мы вообще начнем говорить о какой-либо модерации я сразу скажу что есть два типа людей которые никак не могут пройти модерацию первые это новички и они всегда говорят что я не могу пройти модерацию так ничего не понимаю в вашем случае вам нужно просто позвонить в яндекс и спросить почему не проходит модерацию объявления и второй вариант это профи это те ребята которые пытаются пройти модерацию с какими-то говняными товарами или услугами которые к сожалению не проходят модерацию практически никак сейчас а если проходят то шанс один к миллиону но тем не менее они пытаются 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 просунуть эти ненужные лишние товары которые яндекс считает запрещенными в яндекс директ напомнил модерация яндекс директе собственно заключается в том что вы создали рекламную кампанию и дальше вам нужно провести перевести ее из состояния черновика в работающую рекламную кампанию это значит что вам нужно нажать кнопочку пройти модерацию либо в директ команды для этого вам необходимо выбрать нужную или несколько нужных рекламных кампаний и изменить состояние надо отправить на модерацию рекламную кампанию то же самое вам нужно сделать и в вашем интерфейсе яндекс директа если вы не пользуетесь вдруг директ команды и случается обычно несколько случаев с вашими объявлениями либо они полностью проходят модерацию все замечательно либо они проходят частично модерацию это как раз вот дополнительные случаи которые вы сейчас видите на экране например само объявление проходит модерацию но при этом быстрые ссылки или картинки или еще какая-то часть объявления кроме текста не проходит модерацию при этом само объявление уже начинает крутиться а вот картинки или быстрые ссылки не отображаются для этого нужно зайти в вашу рекламную кампанию и посмотреть точно ли прошли быстрые ссылки или картинки модерацию причем можете даже посмотреть на каком-то одном объявлении так как обычно у вас быстрые ссылки картинки типовые если они вдруг были отбракованы модерации то скорее всего они были отбракованы на всех объявлениях есть еще три основные проблемы модерации когда у вас отклоняют полностью объявления это первое это проблема с текстом объявлений Самый частый момент, что вы делаете какие-то орфографические ошибки, либо каждое слово пытаетесь написать с большой буквы, что сейчас, к сожалению, автоматом Яндекс.Директа сразу, ну или роботом модерации, как хотите, в общем, отбрасывается сразу же. Ну и обычно это какие-то мелкие, опять же, косяки с вашими текстами, какие-то орфографические ошибки, но даже орфографические ошибки сейчас все равно 50 и 50 проходят модерацию. Вторая проблема – это с самим товаром и услугой. Вот здесь как раз чаще всего профи пытаются сделать так, чтобы товар или услуга, которую нельзя пропихнуть в рекламу Яндекс.Директа по их правилам, люди пытаются запихать. По-хорошему, есть два типа товаров или услуг – это белые, ну и серые. Белые – это те товары, которые без проблем всегда проходят модерацию. Это в основном услуги какие-то, потому что с ними обычно проблем нету, кроме медицинских услуг, там может проблема быть. И товарка. Товарка – это, возможно, какие-то китайские копии или реплики товаров. Также товары, опять же, медицинские, которые подлежат лицензированию. У нее, кстати, и услуги еще дополнительные, всякие лицензируемые, типа банковские и так далее. И товары типа БАДы, это какие-то дополнительные добавки. И опять же, ну, в общем, все связано зачастую с похудением, медициной и так далее. К этому Яндекс действительно сильно придирается. Ну, естественно, нельзя рекламировать различные виды оружия, наркотики, алкоголь и так далее. В том числе и онлайн-казино. И самая редкая проблема, но тем не менее она есть, это проблема с сайтом. Проблема с сайтом всегда заключается в том, что, а, вы не указываете свои юридические данные, вообще никакие. При этом вы занимаетесь, например, торговлей, дистанционной торговлей. Не знаю, торгуете айфонами, например. И при этом у вас никаких данных на сайте нет. Яндекс вам сразу, скорее всего, забанит вашу рекламу. Если у вас какая-то еще услуга, возможно, все это пройдет, модерацию, но тем не менее. Еще на вашем сайте, например, нет ярко выраженного телефона, или вообще нету телефона, или каких-то почтовых данных. А есть просто страница, ну, например, как подписная в инфобизнесе, где просто заголовок, картинка, подпишись. То есть идет какой-то сбор данных, непонятно куда. Тогда может такой сайт либо быть вообще полностью заблокирован, и просто вы не пройдете модерацию с таким сайтом. Второй вариант – это то, что с вас потребует так называемое гарантийное письмо. Давайте поговорим про время модерации. Почему это важно? Потому что многие люди сидят, тыкают, тыкают, тыкают и ждут, когда же пройдет модерация ваше объявление. Во-первых, всегда есть некоторые преимущества. Во-первых, у агентских аккаунтов, потому что действительно проходит очень быстро модерация на этих аккаунтах. В течение двух-трех часов обычно вся рекламная кампания проходит модерацию. Также у рабочего клиентского аккаунта, то есть обычного аккаунта, скорее всего, который есть у вас, с запущенными уже рекламными кампаниями, у которых действительно уже идет открутка по деньгам, проходит довольно быстро модерация. Также хочу заметить, что у таких рабочих клиентских аккаунтов, особенно у которых тратится довольно много денег, у них появляется свой собственный менеджер, который тоже, на самом деле, с одной стороны, замечательный человек, с другой стороны, к сожалению, не самый приятный персонаж, который может появиться у вас. С чем связано? Если у вас появляется личный менеджер, то, например, если у вас какая-то проблема, вы звоните своему менеджеру, а менеджер может болеть, он может быть в отпуске или еще что-то. И, к сожалению, другого человека, который может заменить этого менеджера, нет. Это значит, что с другого аккаунта не могут люди зайти и сделать что-то с вашим аккаунтом. Это значит, что вам придется ждать, когда появится этот человек. Сами понимаете, не самый приятный случай, со мной такое бывало два или три раза точно. Ну и если не рабочий у вас аккаунт, то, ну или новый, в любом случае вы будете зачастую загружать рекламную кампанию, возможно, даже не один день, а несколько дней из-за того, что API-баллов, например, не хватает. И, естественно, ваши рекламные кампании будут проходить модерацию в течение семи часов, ну, бывает чуть раньше. Опять же, все зависит от загруженности. И есть маленький лайфхак, чтобы объявления прошли модерацию чуть-чуть быстрее, можете отправлять модерироваться ночью. Еще есть интересный миф, который многие директологи пытаются пихнуть, что ночью проходит модерацию все. Причем ночь должна быть именно в Москве. Это неправда, сразу скажу. Единственное, что объявление действительно проходит модерацию быстрее. Да и то, вот в последнее время модерация, в принципе, всегда с одинаковой скоростью проходит, вне зависимости, день, ночь или еще что-то. Есть несколько типов модерации, когда объявление вы отправляете на модерацию, да, кнопочкой. Первое. Идет автоматическая модерация. Она идет в 100% случаях сейчас. Причем автоматическая модерация полностью анализирует тексты, заголовки текста. Также анализирует быстрые ссылки, уточнения. И различные дополнительные. Яндекс.Визитка, кстати, в том числе, которую я здесь не указал. Но в Яндекс.Визитка тоже проходит модерацию отдельную. И он проверяет на наличие самых распространенных ошибок. И чаще всего, если у вас белая тематика, у вас, вы не продаете какую-то такую запрещенную или лимитированную вещь по обычным ключам. То есть, у вас нету точно медицинской тематики, у вас нету ключей по медицинской тематике. У вас нету БАДов, у вас нету айфонов, копий айфонов и тому подобное. То обычно автоматической модерацией все ограничивается и проходит модерацию. Либо автоматическая же модерация может отправить и отбраковать ваше объявление, даже если оно нормальное. В этом случае вам просто нужно позвонить в Яндекс по их номеру, который указан внизу вашего интерфейса Яндекс.Директа. Желательно звонить на 499. Там, я считаю, самые адекватные модераторы. Мы всегда звоним туда, потому что на 8800 почему-то жалоб довольно много. И есть ручная еще модерация, которую как раз вы и должны активировать с помощью звонка. То есть, вы звоните и говорите, здравствуйте, у меня рекламная компания номер такая-то. Скорее всего, мою рекламную компанию забанила автоматическую модерацию, не могли бы отправить ее наручную. Они ее проверяют, смотрят, если действительно автоматическая модерация была забанена, то они отправляют наручную. И где-то через, в течение получаса, часа или двух идет проверка уже вручную, то есть настоящим модератором. Если уже отклонили вручной модерации, вы увидели это, то вам надо позвонить еще раз уже оператору в Яндекс.Директ и спросить конкретно, что не так с моими объявлениями. Потому что, может быть, все что угодно. Может быть, вы поставили лишний восклицательный знак, может где-то вы написали что-то за большой буквы, может где-то опечатались, может быть, что-то не соответствует русскому языку. Или вы просто пытались схитрить, как делают большинство рекламодателей в Яндекс.Директе. Также хочу заметить, что вручной модерации есть отдельная модерация картинок. Модерация картинок происходит в ручном режиме, собственно, не робот проверяет картинки. Если картинки чем-то, ну, действительно плохи, то они не проходят модерацию, даже не пытайтесь отправить их на ручную модерацию. Скорее всего, там какая-то с ними беда. Есть несколько основных правил, когда вы все равно проходите модерацию и так далее. Просто которые нужно знать. Первое, никогда не умничайте с операторами при звонке. Не говорите, какой вы классный директолог, сколько вы настроили рекламной кампании, да я, да так далее. Прикидывайтесь дурачками. Говорите, вот я ничего не знаю, мне сказали, что есть автоматическая модерация, отправьте на ручную. Все. Больше ничего не говорите. Чем тупее вы, тем быстрее проходит модерация ваше объявление. Второй момент. Все, что влияет на здоровье, на это все требуется гарантийное письмо. Но даже больше скажу, не только здоровье, если Яндекс почувствует, что что-то не так с вашим продуктом, товаром, услугой или еще что-то, они потребуют гарантийное письмо. Что такое гарантийное письмо? Гарантийное письмо – это бумажка, которую вы пишете самолично. Вы можете ее писать от физического лица, от себя, можете написать ее от юридического лица у вас и поставить печать. Если вы ИП, то либо от ООО. Все обычно написано в хелпе Яндексе, либо опять же оператор точно вам расскажет, что нужно сделать в зависимости от ситуации. Но могу рассказать одно. В 2013 году, когда я пытался пройти модерацию по своим курсам Яндекс.Директа, когда я хотел запустить на поиски Яндекс.Директ рекламу по курсам Яндекс.Директа, с меня потребовали гарантийное письмо, что Константин Горбунов не возражает, что Константин Горбунов будет крутиться в рекламе Яндекс.Директа. Даже вот такую глупость они могут спросить. Очень часто это бывает с инфобизнесменами, очень часто бывает с похудением, со здоровьем и тому подобное. И бывает еще с всякими репликами айфонов, часов и так далее. Потому что они будут требовать гарантийное письмо, что у вас, например, настоящий товар. Также они еще могут потребовать сертификат. Если у вас БАДы, опять же, какие-то копии или настоящие часы оригинала, они могут потребовать сертификат. Следующий пункт. Если отклонили объявление, сразу звоните в Яндекс.Директ. Все, других вариантов нет. Не надо сидеть смотреть хелп, не надо смотреть мое видео. Надо брать и звонить в Яндекс.Директ. Вам никто не поможет. Единственный, кто вам поможет, это человек-оператор в Яндекс.Директе. Поэтому всегда смотрите правил номер один. Если будете умничать, вас забанят и мало не покажется. Дальше. Есть, опять же, автоматическая модерация, которую нужно всегда перевести наручную. Это тоже относится к поведению а-ля дурачок при звонке и общении с модератором. Ну, еще есть некоторые запрещенные темы, которые даже не пытайтесь просто рекламировать в Яндекс.Директе, особенно если вы новички. А-ля, не знаю, там какой-нибудь алкоголь, всякие различные курительные принадлежности и так далее. Я вам даже больше скажу. У нас почта России просто не пересылает эти товары. Ну, вот, например, с Алиэкспресса такие товары в Россию не доставляются, чтобы вы понимали. Поэтому заниматься вот такой похожей торговлей я вообще вам не рекомендую. Ну, а если занимаетесь, то вы знаете, как ей заниматься, если вы умеете. Просто не лезьте в Яндекс.Директе с этой тематикой. Итак, если говорить про проблемы с модерацией, связанных с объявлением, что может быть? Ну, чаще всего все с большой буквы, каждое слово с большой буквы. Как это можно исправить? Во-первых, используйте хотя бы одно слово с маленькой буквы, как в заголовке, так и в тексте объявления. То есть, если вы хотите в заголовке, и у вас там четыре слова, используйте хотя бы одно с маленькой буквы. И у вас, скорее всего, автоматическая модерация пройдет. То есть, это маленькая хитрость. Всегда пользуйтесь ей. Никогда не делайте все с большой буквы. С 2014 года это не работает. Это 20% уже тех людей, у которых проблемы с модерацией. Дальше. Ключи. Тема не совпадает с тематикой. Как это решается? Здесь это очень часто бывает проблема с RSE-объявлениями, когда у вас есть картинка, какой-то текст, и вы пытаетесь закинуть какую-то совсем левую тематику. Для этого вам просто нужно позвонить опять же в Яндекс, прикинуться дурачком и сказать, а я не знал, что так нельзя, а почему нельзя? И все. И, скорее всего, вас просто пропустят. Ну, опять же, вы можете еще сказать, почему вы хотите рекламироваться по этим ключам. И чаще всего вас пропускают. Опять же, в 90% случаев, в зависимости от. Дальше. Быстрые ссылки. Тоже очень большая проблема. 30-40% вообще отваливаются людей. И, причем, они даже многие не знают. Вы проверьте, работают ли у вас быстрые ссылки. Потому что многие у них по полгода, например, работают рекламные компании, и они не знают, что быстрые ссылки у них не работают в объявлении. Чаще всего проблема заключается, что у вас лендинг, и вы пытаетесь в быструю ссылку закинуть решеточки, анкоры и закинуть неработающие анкоры. Вам нужно сделать анкоры, которые будут работать. Если все-таки поймала у вас модерация. Ну, либо, если уж совсем вы красавчики, то вы можете просто сделать 4 страницы, не разложитесь. Сделать можно чуть-чуть разные, в конце концов. И проблем никаких не будет. Либо сделать анкоры, которые работают. Дальше. В заголовке, в тексте объявлений есть телефон и почта. Редкий случай, но кто-то пытается туда засунуть какие-то свои контактные данные. Для контактных данных есть Яндекс.Визитка, которая тоже отдельно модерируется и которую тоже нужно, конечно же, заполнять в ваших объявлениях. Дальше. Конечно же, есть спецсимволы, которые нельзя использовать в Яндекс.Директе. Причем, если вы используете, все-таки, я надеюсь, вы используете Директ.Командер. В Директ.Командере там есть защита от дураков. Там есть фильтр от спецсимволов, который нельзя использовать. При этом, да, некоторые используют равно, троеточие, ну то есть многоточие, да, получается, кавычки, смайлики и так далее. Это не спецсимвол. Их можно использовать в определенном... Ну, некоторые используют совсем жестко. Но, тем не менее, спецсимволы – это отдельная история, которая обычно помогает самому объявлению. Например, решетка и так далее. То есть, с ними уже более проблематично пройти. Дальше. Сравнительная и превосходная степень. Это самый лучший тренажер, самая лучшая беговая дорожка, лучший тренер по фитнесу, лучший директолог. Да, например, я точно знаю, что у нас есть в РСЯ крутится лучший директолог там чего-то, там, не знаю, планеты или еще чего-то. Тем не менее, по-хорошему, если написать в Яндекс, то это объявление можно отправить сразу же в бан. Ну, просто это неинтересно даже делать. Да, кстати, если вы нашли ошибки у своих конкурентов и вам они не нравятся, вы можете написать в Яндекс, написать текст объявления, написать по какому ключу вы нашли это объявление. И, скорее всего, если прочитает Яндекс и разберется с ошибкой, будет считать это ошибкой, возможно, это объявление пропадет. Поэтому тоже думайте об этом. Да, есть еще, конечно же, проблема с наличием орфографических ошибок, но чаще всего они проходят модерацию, как бы прискорбно это не звучало в течение и, не знаю, еще что-то. В общем, люди, которые совершенно безграмотные, возможно, и там же на модерации сидят, и они не знают, как правильно пишут слова. Естественно, автоматическая модерация, орфографические ошибки особо не смотрят. И картинки – это 50% людей, у которых действительно есть проблема с тем, что только картинки не прошла, картинка или картинки в нескольких объявлениях не прошли модерацию. Во-первых, сейчас они должны быть только большие, эти картинки. И второе – это проблема, связанная с тем, что нельзя использовать… Есть некоторые ограничения в картинках. Первое – это чужие логотипы, также не очень приветствуются тексты на картинках. И еще раньше не приветствовались лица. Сейчас лица можно использовать при условии, что эти лица фигурируют на лендинг-пейдж, ну или на целевой странице, на которой ведет ссылка с объявления. Тогда все хорошо. Еще раз повторюсь по поводу различных товаров и услуг. Скажу, что есть белые и серые. И если у вас белые, то с ними проблем никогда нет. Если серые, то это либо подделки под бренд, либо товары с чудо-свойствами, похудение, еще чего-то. Особенно связанное что-то со здоровьем. Вообще прям ужас. Дальше еще есть сайты, имитирующие блоги известных людей. Но это относится к CPA-сетям. Вот CPA-сети, поэтому и не любят очень Яндекс.Директ, потому что первый – он очень дорогой. РСЯ, в общем-то, хоть и подешевле, но тоже для них дорогой. И потому что, к сожалению, различные сайты не проходят модерацию. Черные или запрещенные законом о рекламе товары там точно нет. Специфические, которые требуют предоставления документов, гарантийных писем, сертификатов, лицензий. С лицензиями сразу скажу. Если взять какую-то тему, например, стоматологию, с которыми мы очень часто работаем, в 2013 году можно было взять лицензию от другой стоматологии и с трудом как-то ее, так скажем, подкрутить, подделать. И тогда можно крутиться в Яндекс.Директ. Сейчас, вот начиная с 2014 года, когда закрутили очень сильно гайки на медицинскую тематику, а там действительно очень жестко закрутили гайки, сейчас их раскрутили, благо стало лучше. Раньше на медицинскую тематику работал отдельный отдел модерации с юристами. И проходил модерацию буквально месяца полтора-два, особенно в начале 2014 года, когда вступил в новый закон о рекламе медицинских изделий, тематик и так далее. С лицензиями сейчас очень тяжело, потому что первый платеж по Яндекс.Директу должен производиться с того расчетного счета, на который привязана лицензия, то есть ООО, ООО, ИП, ИП, и они должны полностью совпадать. Поэтому с лицензиями сейчас вообще практически нельзя шутить. Ну и, собственно, подделывать их тоже тяжело. Сертификаты все проще. Если у вас требуют сертификат, скорее всего, этот сертификат А, есть в интернете, вы прямо вбиваете номер сертификата, ищите, подкидываете его в Яндекс.Директ. Элементарно. Второй вариант сертификата можно взять у своих поставщиков и так далее. Они тоже есть зачастую в открытом виде, вам даже не надо у них ничего спрашивать, возможно, взять у них даже с сайта. Ну и гарантийные письма. Гарантийные письма вы можете сами написать, там ничего сложного, там нужно написать только ключевые фразы, номер рекламной кампании, и сказать, что вы на все согласны, и Яндекс тут ни при чем. Есть еще несколько фишек для прохождения модерации. Я тут хоть и написал алгоритм, но это на такой момент. Первое. Можно всегда создать тесты в рекламной кампании с одним объявлением в РСЯ, ну или на поиске, и посмотреть, как пройдет модерация, а потом уже создавать полноценную рекламную кампанию. То есть взять один ключ и одно объявление, и сразу можно понять, все ли проходит модерацию, или какие-то есть проблемы. Дальше. Если отклонили, можно попробовать пересоздать объявление, или удалить кампанию, создать ее заново. Причем создавать заново ее, как вы понимаете, довольно глупо. С помощью директ-коммандера и нашего друга Excel, вы можете перезаливать хоть несколько раз рекламной кампанией. Причем это очень круто работало в 2013 году, потому что можно было прямо вот... Не прошла модерация рекламной кампании, вы ее удалили, залили новую рекламную кампанию, она тоже не прошла модерацию. Третий раз залили, она прошла модерацию. Сейчас уже в 2016 году, к сожалению, такая вещь уже не работает, потому что какие ключи проходят модерацию, следит автоматическая модерация. И если с одного и того же аккаунта они увидят одни и те же ключи, отправленные несколько раз на модерацию, вам могут прийти, в общем-то, некоторые проблемы на этот аккаунт. Дальше. Есть отдельно, проходит модерация объявлений, изображений и быстрые ссылки. О том, что мы уже говорили, в случае выявления нарушений, нужно просто устранить и отправить модерацию заново. То есть, если у вас объявление прошло модерацию, то вы просто работаете с изображением. Чаще всего самый простой вариант – позвонить модератору и спросить, что не так. Ну, точнее, оператору Яндекс.Директа. И точно прямо он скажет, в каких проблемах, какие моменты нужно исправить. Если действительно вы накосячили, то правите. Ничего страшного. Ну и, собственно, дальше, если вдруг какая-то случается беда, то вам необходимо отправить дополнительные документы. Дополнительные документы отправляются в самом интерфейсе Яндекса. Там ничего сложного нет. Все основные документы есть в хелпе Яндекса. Друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если есть что добавить, обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube. Следите за мной в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке. Везде мы есть. Там есть много свежей информации. На этом все. Пока-пока.